А сейчас мы сделаем еще одно короткое упражнение для внушения формулировок, относящихся к техникам, о которых мы только что говорили. Техники контроля головной боли, перчаточной анестезии и стакана воды. В этом упражнении вы услышите несколько иной звук. Он называется звук тета-частоты. У него 5 тактов в секунду. Вы услышите эти такты на заднем плане. Не вслушивайтесь в них, пусть они замедлят частоты мозговых колебаний до уровня тета. Как и раньше, вы просто слушаете текст упражнения. Наша цель – замедление частот мозговых колебаний до тета-уровня, где тело не испытывает боли. Как и в других упражнениях, мы рекомендуем сначала прослушать его. Тогда вы точно будете знать, что конкретно услышите по ходу его выполнения. Приятных занятий! Начнем упражнение с обратного отсчета от трех до одного. Примите удобное положение. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. А при выдохе мысленно назовите и представьте цифру три. Три раза. Сделайте еще один глубокий вдох. А при выдохе назовите и представьте цифру два три раза. Сделайте еще один глубокий вдох. А при выдохе мысленно назовите и представьте цифру один три раза. Сейчас вы на первом уровне. Это базовый уровень, который вы осваиваете ради цели, любой цели, достижения, которые вы желаете. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от десяти. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. Восемь, семь, шесть, все глубже и глубже. Пять, четыре, три, еще глубже, два, один. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Чтобы еще глубже погрузиться в сознание и здоровье, просто расслабьте веки. Расслабьте свои веки. Почувствуйте, насколько они расслаблены. Разрешите этому чувству расслабления медленно разлиться по вашему телу, ниже до самых кончиков носков. Это чувство полного расслабления восхитительно. Это очень здоровое состояние. Чтобы помочь вам проникнуть на более глубокий и здоровый уровень сознания, я сосчитаю от одного до трех и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы мысленно представите себя в вашем идеальном месте для расслабления. Затем я замолчу, и когда вы услышите мой голос снова, один час времени пройдет на этом уровне сознания. Мой голос не потревожит вас. Вы сделаете глубокий вдох, расслабитесь и погрузитесь еще глубже. Один, два, три. Мысленно перенеситесь в свое идеальное место для расслабления, пока не услышите мой голос снова. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь и погрузитесь глубже. Вы продолжите слушать мой голос и выполнять инструкции как на этом уровне сознания, так и на всех остальных, включая внешний осмысленный уровень. Когда я говорю вам, расслабьтесь, все ненужные движения и действия вашего тела, мозга и сознания сразу же прекратятся. Вы полностью расслабьтесь физически и психически. Я могу вывести вас с этого или более глубоких уровней сознания, сосчитав от одного до пяти. На счет пять вы откроете глаза, будете чувствовать себя хорошо и бодро, здоровье будет отличным. Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гении использует больше возможностей своего разума и делают это особым образом. Вот некоторые полезные утверждения, которые можно повторять на медитативных уровнях сознания. Мысленно повторяйте за мной. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я полностью контролирую свои способности по восприятию на этом уровне сознания, а также на всех других уровнях сознания, включая внешне осмысленный уровень. И это действительно так. Следующее утверждение поддержит ваше здоровье в прекрасном состоянии. С этого момента я иногда буду говорить от вашего имени. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждая клетка, ткань, орган и система моего тела получает новый приток жизненной силы, восстанавливается и обновляется. Я всегда сохраняю идеально здоровое тело, дух и иммунную систему. Программирование информации, которая пойдет вам на пользу. Сейчас мы отработаем первую основанную на простой формулировке технику – технику контроля головной боли. Эта техника основана на простой формулировке, которую вы можете использовать для прекращения головной боли. Для связанных с напряжением головных болей – однократно. Для головных болей типа мигрени – три раза с интервалом пять минут. Если у вас головная боль, связанная с напряжением, погрузитесь на первый медитативный уровень, используя методику обратного отсчета от трех до одного. На первом уровне мысленно скажите себе, у меня болит голова, я ощущаю головную боль, я не хочу головной боли, я не желаю ощущать головную боль, я хочу чувствовать себя хорошо. Я сосчитаю от одного до пяти, на счет пять я открою глаза и буду чувствовать себя бодро и хорошо, а мое здоровье будет отличным. В этот момент у меня не будет головной боли, я не буду ощущать головной боли. Затем вы медленно будете считать – один, два, три. На счет три вы мысленно напомните себе, что на счет пять я открою глаза, буду чувствовать себя хорошо и бодро, здоровье будет отличным. В голове не будет дискомфорта, я не буду ощущать дискомфорта в голове. Заметьте, что на счете три мы заменили слово «боль» на «дискомфорт». Боль осталась позади. Затем мысленно-медленно продолжайте считать до четырех, потом до пяти, и на счет пять, открыв глаза, мысленно скажите себе, «Я чувствую себя хорошо и бодро, здоровье отличное, в голове нет дискомфорта, я не ощущаю дискомфорта в голове». Если у вас головная боль типа мигрени, погрузитесь на первый медитативный уровень, используя методику обратного отсчета от трех до одного. На первом уровне проделайте те же действия, что и для головной боли, связанной с напряжением, но примените технику три раза с интервалом в пять минут. Вы заметите, что первое применение техники несколько снизит дискомфорт. Подождите пять минут, проделайте технику во второй раз. После второго раза исчезнет большая часть дискомфорта. Подождите еще пять минут, проделайте технику в третий раз. После третьего раза исчезнет весь дискомфорт. Отныне при появлении симптомов однократное применение техники помогает справиться с мигренью. Продолжая применять эту технику, вы увидите, что симптомы появляются реже и реже, пока тело не забудет, как их вызывать, и мигрене будет положен конец без лекарств, и это действительно так. Для работы с различными заболеваниями необходим периодический контроль и наблюдение со стороны врача. Сейчас мы проработаем вторую технику, которая называется перчаточной анестезией. Эта техника, основанная на простой формулировке, она поможет выработать способность контролировать ощущение боли и во многих случаях контролировать кровотечение и кровоточивость. Перчаточная анестезия предполагает создание ощущения отличного от обычного. Она практикуется, как правило, на менее сильной руке. Это может быть ощущение прохлады или холода, покалывания, вибрирование, ощущение, что рука заснула, что на нее надета кожаная перчатка, что она одеревенела, или ощущение, что у вас нет руки. Любое ощущение, отличающееся от обычного, считается перчаточной анестезией. Через мгновение я сосчитаю от одного до трех и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы поместите свою более сильную руку в стоящий рядом воображаемый контейнер с горячей водой. Вода горячая, но вы выдерживаете ее температуру. Один, Два Три Поместите свою более сильную руку, стоящий рядом в воображаемый контейнер с горячей водой. Вспомните ощущение в прошлом, когда ваша рука могла быть опущена в горячую воду. Любой эпизод, который живо встает перед вами. Почувствуйте очень горячую воду, обволакивающую пальцы. Почувствуйте, как кровь разгоряченно пульсирует в сосудах от высокой температуры. Выньте руку из контейнера с горячей водой и положите ее на колени. Теперь я сосчитаю от одного до трех. В этот момент поместите другую руку, стоящий рядом контейнер с ледяной водой, в которой плавают кусочки льда. Один, два, три. Поместите свою руку, стоящий рядом воображаемый контейнер, с ледяной водой, в которой плавают кусочки льда. Вспомните ощущения в прошлом, когда ваша рука могла быть опущена в ледяную воду. Почувствуйте ледяную воду и кусочки льда между пальцами. Почувствуйте, как леденеет рука. Она становится все холоднее и холоднее с каждой секундой. Холоднее и холоднее. Почувствуйте кусочки льда между пальцами. Почувствуйте, какая ледяная у вас рука. Теперь, не открывая глаз, выньте руку из ледяной воды и поднимите ее за голову, не дотрагиваясь до затылка. Пусть рука высохнет и станет еще холоднее в таком положении. Я скажу вам, когда ее можно опустить. Продолжайте держать глаза закрытыми. Когда вы научитесь уверенно применять перчаточную анестезию и, проверив ее на практике, останетесь довольными результатами, начинайте тренировать перенос анестезии на другие части тела. Прежде всего, попробуйте перенести анестезию с одной руки на другую, положив анестезированную руку на другую руку на несколько секунд. Затем проверьте другую руку на предмет анестезии. Когда это начнет получаться, потренируйтесь переносить анестезию с одной из рук на другую часть тела. Это можно сделать, положив любую руку на эту часть тела и задержав ее в таком положении на несколько секунд. Наконец, можете потренироваться, запрограммировав свое сознание так, что когда вы концентрируетесь на любом дискомфорте и повторяете, дискомфорт исчез, дискомфорт действительно будет исчезать. Сейчас опустите руку, положите ее к себе на колени и проверьте на холод и нечувствительность другой рукой. Удалите все ненормальные ощущения, трижды потерев другой рукой от запястья к пальцам, восстанавливая обычные ощущения. Ощущения у вас в руке теперь такие же, как перед упражнением. Можно усилить эффект этой формулировки тренировкой. Чтобы справиться с проблемами здоровья, используйте контроль и наблюдение профессионалов. Сейчас мы проработаем технику стакана воды. Техника стакана воды используется для решения задач и достижения поставленных целей. Вечером перед сном возьмите стакан и налейте в него воды. Выпивая половину воды, закройте глаза, немного закатите их кверху и мысленно произнесите. Это все, что мне нужно сделать, чтобы найти решение проблемы, о которой я думаю. Затем поставьте оставшуюся половину стакана воды и отправляйтесь спать. Утром проснувшись, выпейте оставшуюся половину воды, снова закройте глаза, немного закатите их кверху и мысленно произнесите. Это все, что мне нужно сделать, чтобы найти решение проблемы, о которой я думаю. С таким программированием вы можете проснуться среди ночи или утром, отчетливо помня сон с информацией, необходимой для решения проблемы. Или днем у вас случится вспышка озарения и вы получите информацию, нужную вам для решения проблемы. При использовании этой техники нет необходимости использовать методику обратного отсчета от трех до одного. Вы автоматически попадаете на свой медитативный уровень, закрыв глаза и закатив их кверху, пока пьете воду. А сейчас проработаем технику стакана воды. Я, сосчитая от одного до трех, на счет три я щелкну пальцами. В этот момент вы представите себя у вас дома, занимающимся поиском решения проблемной ситуации. Один, два, три. Представьте себя у вас дома. Ночь, и вы готовитесь заснуть. Выберите проблему, которую вы хотели бы решить. Представьте себе, что вы наполняете стакан водой. Представьте, что вы выпиваете приблизительно половину воды. Закройте глаза, немного закатите их кверху и мысленно произнесите «Это все, что мне нужно сделать, чтобы найти решение проблемы, о которой я думаю». Затем поставьте оставшуюся половину воды на стол и отправляйтесь спать. Когда вы услышите мой голос снова, наступит утро. Расслабьтесь. 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 Сейчас утро. Вы просыпаетесь и встаете с кровати. Протяните руку, возьмите стакан с водой. Закройте глаза, немного закатите их кверху. И пока вы пьете оставшуюся воду, мысленно произнесите. Это все, что мне нужно сделать, чтобы найти решение проблемы, о которой я думаю. Вы получите нужную информацию, пользуясь техникой стакана воды. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, вы извлекаете пользу как физическую, так и психическую. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь себе, помочь своим любимым, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в помощи физически и психически. Вы будете использовать эти уровни сознания только конструктивно и творчески, с добрыми, честными, чистыми, непорочными и позитивными намерениями. И это действительно так. Вы и дальше будете стремиться участвовать в конструктивных и творческих делах, чтобы улучшить мир, в котором мы живем, чтобы оставить после себя лучший мир для будущих поколений. С учетом возраста вы примите все человечество, как отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Вы исключительный человек. Вы обладаете большим пониманием. Вы более милосердны и терпеливы. Через мгновение я сосчитаю от одного до пяти и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Зрение, острота зрительного восприятия и слух будут улучшаться каждый раз после пребывания на этих уровнях сознания. Один. Два. Сейчас медленно выходим. Три. На счет пять вы откроете глаза, будете чувствовать себя хорошо и бодро. Здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего, расслабляющего сна. Четыре. Пять. Глаза открыты. Вы чувствуете себя хорошо и бодро. Здоровье отличное, самочувствие лучше, чем прежде. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok